Ребятишки, знаете, что происходит? Как только я записала это видео, от него приходит сообщение, что это просто магия интернета. Вернее, просто даже телефон, я же это ещё видео не выложила. Он написал после восьми. Как будто кто меня очень хорошо знает, наверное, поймёт, что я никогда в жизни не скажу «да». Но я ему сказала «да», потому что я не могу сказать, что странное. Просто я люблю приключения, и пока что моих сил хватает на это. Ну и, конечно же, мне это неудобно. Ну, типа... Вообще вся ситуация очень неудобная для меня именно физически. Мне очень неудобно. Прям пипец. И, наверное, я думаю, да, наверное, чтобы... Так как мне неудобно, это моя проблема, значит, я реально совершила какие-то ошибки. Так что, ребят, мне надо исправиться. И я не знаю как. Update. Мы всё-таки увидели. Я сейчас возвращаюсь домой. Так, надо что-то сказать. Я же хотела сказать. Прикол в том, что никто бы даже не знает, что я уходила. Что-то, что родители сейчас не думают. Вот. И мне. Поэтому... Свет не очень. Короче, никто не знает, что я куда-то уходила. А если никто не знает, вопросов не будет. В общем, это то, как я выглядела. Кстати, мне до сих пор нет его номера. Вот так вот и живи, и гуляй. И я думаю, что он боится светить свой номер. Что я там узнаю про него. Короче, я так выглядела. Я оделась нормально, никак хожу в парк. И знаете что? Мне... Я рассказала онлайн-знакомому про то, что вот пойду с одногруппником. И он такой говорит, повезет тебя во вкусные точки. Я такая... Нет. И знаете, что мы едем в машине? Он говорит, нам надо во вкусные точки. Потому что ему надо выпить кофе. И мы, значит, поехали. И не выходили из машины. Ееееееееее. Ну ладно. Не, ну я бы тогда вообще бы не парилась. Парни, вы всегда скажите. Вообще бы парни, не парни. Вы когда идете куда-то и думаете, что другой человек как-то постарается, вы скажите, что вы там типа... Не одевайся особо, мы никуда с тобой не пойдем. Или наоборот оденься. Или оденься тепло, мы пойдем гулять. Что я бы вообще одела с удовольствием. Там бы болоневые штаны и пошла бы погуляла бы. На улице норм. Вот эта вот юбка. Сумка. Заковка. Ну, кстати, мило выглядит, да? Вот так. В общем. Я... Рассказала... Он спрашивает, чем ты занималась? Я говорю, что видео снимала, как меня в третий раз кинули. И он такой... Про кого я говорю? Ты кинул? Он говорит, в смысле? И, в общем, да. Поэтому это видео... Один человек уже точно ждет посмотреть. Короче, мы увиделись. Меня никто не кинул. Наверное, это хорошо. Мы много говорили про то, что... Про то, чем я занималась. Про проституцию. Вот. Могу ли я сказать ту информацию, которую он мне рассказал? Короче, скажу так. Непонятно, но немножко правдиво. Он в теме. Так можно сказать. Ну, типа, с ним я могу об этом поговорить. Я чувствовала себя странно, потому что, типа, знаете, я думала, я люблю на эту тему говорить, но потом поняла, что для меня, на самом деле, это скучно. Что еще сказать? Итак, в общем, снимаем продолжение уже на следующий день. В чем итог? Мне он очень понравился. В 100 из 100. Буквально сколько час мы с ним были, наверное. Вот. Еще не понимаю, как он может кому-то не понравится. Приехал на классной машине. Общается вежливо. Все хорошо. Симпатично. Нет, я бы сказала, красиво. Уверенный в себе. Воспитанный, тактичный. Умный. Музыкальный вкус у него. Классный. Ну, я знала это. Вот. И безопасный. В том плане, что мы знакомы. Это никто тут с улицы. Вот. У нас много знакомых. Общиков. Но я себя чувствую очень неуверенно, потому что, знаете, то, что я получаю из вне, от окружающего мира, мнение о себе, оно меня иногда задевает. Вот. Ну, мне он понравился. Он очень классный. И я... Мне кажется, короче, мне кажется, что он подумал, что мне максимально плохо для него. Потому что, ну, я только, знаете, мне кажется, общалась, типа, на тварине, что ли. Ну, типа, просто отвечала на вопросы. Я не задавала вопросы. А я не знаю, почему. Я, в принципе, такая... Я хоть на видео много разговариваю, но вживую я прям такая... Ну, типа, я не инициирую. Вот. И мне кажется, в конце, чтобы загладить эту свою вину, я такая говорю, вот, дома никого нету. Можно пойти заняться сексом ко мне. Но это была шутка. И потом я сказала, что, ну, ладно, я пойду одна заниматься сексом. Это была шутка. Потому что я очень-очень стеснительная, очень скромная. в такой... до такой степени, что, типа, меня не понять, не понять, что у меня в голове вообще странное. Я какая-то молча, у меня как будто бы нету. И поэтому хоть как-то привлечь к себе внимание, я часто люблю, ну, короче, шутить на тему секса и так далее. Вот. Но. Это такая пикантная информация, которая всем понравится. И я просто не вижу в этом ничего такого. Ну, вот я такая, вот. не могу сказать, что я извращенка, но откровенная, типа, хз, я такой родилась. Я мастурбировала на него, вот, вечером, когда пришла домой. Я, честно говоря, не ожидала. Я думала, нет, я вообще никогда ни на кого не мастурбировала. Может, это было пару раз в жизни. Вот. Да. Ну, типа, три раза максимум. И то мне вспомнить. Вот. Я прям мастурбировала на него и у меня есть одна любимая поза, в которой, ну, мне прям, типа, я такая даже думала, больше никаким, ни в какой позе не хочу ни с кем заниматься сексом, никогда в жизни. Нет, нет, нет. Но, когда я представляла его, то я такая думала, что, думала о другой позе. И теперь, мне это прямо зовут Верна. Мне это очень понравилось. Вот. Поэтому, я думаю, будет интересно узнать дальнейшие подробности. Так что, всем пока! Небольшой апдейт, незначительный, когда мы взяли, значит, великолепные горячие напитки по вкусной точке, то я такая смотрю минут через десять по сторонам дороги и такая понимаю, что этот путь ко мне домой. И я такая думаю, типа, в смысле? Такая думаю, я даже еще не успела сделать ни один глоток чая. Типа, ты мне взял чай, чтобы отвезти меня домой, но там с этим чаем. И я такая, думаю, типа, ну, приплыли. Типа, дэм, это стрёмно, мне стрёмно. Вот. и он говорит что-то, а я его уже не слушаю. Я такая думаю, так, мне сейчас нужно сделать нормальное лицо по поводу того, что он не решил меня завезти домой и мне не нужно показывать никакие свои чувства, что я расстроилась, типа, да, все ок. Вот. И я все время думаю об этом. И вот поворот ко мне домой. Он приезжает дальше. И я такая, ух, как-нибудь перелестелось. Все. можно вести диалог дальше. Вот. Я это сказала, потому что, мне кажется, это очень мило. И все мои поклонники скажут, типа, о, мы сейчас пытаемся уйдить. Знаете, сейчас я думаю, то, что я настолько типа, сексуально раскрепощена, якобы, что некоторые люди воспринимают это неправильно. Но, мне кажется, я это делаю по той причине, что я настолько плохо умею говорить о своих чувствах, не умею их понимать и преподносить. Вот. Типа, я их очень долго давила всегда в себе. И теперь, знаете, чтобы дать чуть-чуть, я не могу, потому что у меня в смысле у меня там вообще горит все. Вот. И поэтому я это делаю так максимально неуклюже, что шучу на тему секса. А у него, кстати, было такое выражение леса, типа вот. И я не знаю, может быть, это когда-то пройдет, наверное, пройдет с опытом. Вот. Так что поймите меня правильно. Я никого не хочу обидеть и никого не хочу вести в заблуждение. Вот. Теперь точно пока. Пока. Продолжение следует...